Здравствуйте! Вы смотрите программу в гостях у телекомпании «Три ангела». Герои наших программ – обычные люди, которые рассказывают необычные истории из своей жизни. И сегодня у нас в гостях Максим Булаев. Максим, рад тебя приветствовать. Здравствуй! Дорогие друзья, в 22 года Максиму был поставлен страшный диагноз, диагноз несовместимый с жизнью – рассеянный склероз. В течение двух лет Максим был полностью прикован к постели. Как ему удалось победить эту страшную болезнь? Сегодня это тема нашего с Максимом разговора. Несколько лет назад, в 2007 году, наша телекомпания сняла о тебе программу. Тогда ты уже был близок к выздоровлению, но еще не до конца победил болезнь. И вот сейчас мы посмотрим небольшой отрывок из этой программы, каким был Максим несколько лет назад. Я могу сказать, что я ни о чем не шалею. Просите Бога, и Он вам даст. Я смог начать новую жизнь, и ты сможешь. Все, чем живу, все, что вижу, все, чем дышу, все, что слышу. Вот, наконец, узнал и ты, такой, как есть. Я перед Богом и тобой, такой, как есть. Дай мне руку, что тебе терять, боль потяни и львину. Знаешь, что Богу можно доверять, я отверну тебя к нему. Это твой день, все сначала. Можешь сегодня ты начать. Пойдем со мной, я отведу тебя домой. Пойдем со мной, пойдем со мной. Гони руку, что тебе терять, боль потяни и львину. Знаешь, что Богу можно доверять, я отведу тебя к нему. Максим, мы в этом ролике сейчас увидели, как ты ходишь по стеночке. Потом уже более уверенно ты ходишь по улице. И был у нас в гостях в студии, делился своим опытом исцеления. Но вот мне удивительно то, что при таком страшном диагнозе, я, конечно, не медик, я не разбираюсь в этом. Но, насколько я знаю, ведь эта болезнь, рассеянный склероз, не лечится. А ты смог не просто встать на ноги, а полностью исцелиться от нее. Скажи, вот тебе поставили этот диагноз с 20-го года, да? С чего все началось? Почему вообще причины этой болезни? Началось все примерно так. Я шел по улице, у меня внезапно закружилась голова. То есть вокруг меня закружился мир. Это длилось несколько секунд, но затем это стало продолжаться каждый день. Потом у меня появились кратковременные моменты потери речи. Я обратился к специалистам, обследовался, и был выставлен диагноз вот этот самый рассеянный склероз. Примерно в течение нескольких месяцев я из стакилограммового крупного юноши, который занимался спортом, да, я превратился в маленького, худенького, дрожащего человека, который лежал на диване и не мог сам себя обслуживать. И это длилось два года. Это было очень непростое время. Болезнь прогрессировала? Болезнь прогрессировала, и она прогрессировала очень стремительно, вплоть до того, что начинали угасать безусловные рефлексы, такие как глотание, чихание. То есть в момент, когда меня кормили, я захлебывался. Это было все очень-очень ярко и, честно говоря, не очень приятно. Ты понимал, что ты умираешь? Я понимал, что я умираю. У меня медицинское образование, я закончил медицинский колледж. В тот момент, когда мне был выставлен диагноз, я учился в медицинской академии. Уже за плечами было несколько лет работы на скорой помощи. Я прекрасно понимал, что со мной происходит, и что меня впереди ждет, скорее всего, не самый приятный финал. Да. Как ты это воспринимал? Ты смирился в итоге с тем, что, возможно, ты уже скоро распрощаешься с жизнью? Или отчаянно пытался бороться за жизнь? Или просто плыть по течению? Скорее, я не отчаянно, но я не мог смириться с тем, что закончится все, что в определенный момент меня не станет. Я однажды себя поймал на мысли, а как этот мир без меня? И тут же понял, что вообще, на самом деле, неплохо этот мир без меня обойдется, но я смириться с этим не мог. И в определенный момент я в молитве обратился к Господу и сказал, Господь, я не хочу умирать. Если это возможно, дай мне жизни. И он дал, дал ее в том объеме, которого я и не просил, он дал. Господь всегда дает больше. То есть Бог ответил на твою молитву, и стали улучшения происходить в твоем физическом состоянии. Как вот начался этот путь к выздоровлению? Со мной всегда была моя мама. Меня оставили мои друзья, ушла жена. Но всегда со мной была моя мама и мой дед. Мы когда с мамой потом это обсуждали, мы пришли к такому выводу. В определенный момент и она, и я, мы в молитве пришли к следующему. Мы сказали, Господь, пусть на все будет воля Твоя, как будет, так будет. То есть в определенный момент наступил момент смирения. И после этого момента началась не самая быстрая, но очень позитивная дорога к улучшению, к исцелению. Вы молились один раз или вы молились постоянно об этом? Регулярно? Нет, ну, конечно, мы молились регулярно. Я просто говорю, что вот это вот был какой-то переломный момент, когда мама сама пришла к этому моменту смирения, и я тоже. И мы сказали, Господь, пусть будет воля Твоя, какая бы она ни была, смерть так смерть, жизнь так жизнь. Но вот был вот этот именно переломный момент, когда человек склоняет голову в молитве перед Господом и говорит, Господь, пусть будет воля Твоя. Какие улучшения были первыми? Дело в том, что милостью Божьей наша семья встретила женщину. Она китаянка, она сама из Китая. Она начала лечить меня иголочками, этими самыми китайскими. Она когда первый раз меня увидела, она смотрела на меня, она сказала, что ну хорошо, я через два года сделаю так, что он будет ходить. Она начала меня лечить, и через 15 дней я первый раз сам, без чьей бы то ни было помощи, смог встать в кровати. Я вышел из своей комнаты и пошел на кухню. Мама сидела на диване, она увидела меня, вот такие большие глаза. Она говорит, сын, ты сам идешь. Я говорю, мам, я вижу. Я не очень грациозно шел, но я шел сам, не держась за стену. И затем начался вот этот путь, я лечился у нее. Но так или иначе я буду утверждать, что я был исцелен именно руками Божьими, потому что за время своей болезни я оброс знакомствами с людьми, которые болели тем же, что и я. Она никого не смогла исцелить, кроме меня. То есть исцеление полное в таком масштабе, как я получил, никто ее руками больше такого не достиг. Что еще могу сказать? Безусловно, помимо физического исцеления, я имел на этом пути огромный духовный рост. То есть менялось мое мировосприятие, менялось мое собственное я. Что именно? Что конкретно поменялось? Видимо, начало умирать это собственное гордое человеческое я. Оно стало понятно, что не я вершитель своей судьбы, а жизнь мою и судьбу мою совершает Господь. Это была болезнь моя, это было начало того пути до того момента, в котором я сейчас нахожусь. Потому что сейчас я могу искренне сказать, что нет меня, есть Господь во мне. То есть в твоем физическом состоянии наблюдались явные улучшения, постепенные, да? Постепенные, да. Но все-таки такие уже целенаправленные. Ты видел, что ты выздоравливаешь. И вместе с этим ты все больше смирялся перед Богом. Безусловно, да, все именно так. Причем исцеление шло, оно кусками такое. То есть в определенную неделю я смог первый раз сам поесть. Потом первый раз я смог завязать шнурки. То есть мне два раза в жизни приходилось учиться делать те вещи, которые дети учатся в раннем возрасте. Это колоссальный опыт, это очень интересно. Это непростой опыт, но он навсегда изменил мое отношение к происходящему. Навсегда. Тот человек, который однажды заболел и слег, и тот человек, который встал из этой постели, это все-таки два разных человека. В кровать слег молодой, успешный гордец, горделивый, довольный собой. А встал человек, который уже понимал, что не его воля в жизни имеет решающую роль. Я бы вот так сказал. И ты понимал, что твое выздоровление – это тоже воля Божья. Однозначно. Однозначно я это понимал, что... Дело в том, что рассеянный склероз – это не совсем диагноз, это приговор. Это то заболевание, которое современная медицина лечить не умеет. Оно может добиваться какой-то определенной длительной ремиссии, то есть относительно спокойного течения болезни. Но полноценного выздоровления оно не добивается никогда. Не знают причин возникновения, поэтому не могут лечить. Вот и все. Врачи были, наверное, очень удивлены, увидев, каким ты стал, каким ты становишься. Да, они были очень удивлены. В 2011 году я делал контрольный снимок ядерно-магнитно-резонансной томографии. И меня пригласили в кабинет. Там доктор, который сидел, она мне показала на один монитор и говорит, вот этот снимок 2004 года, а вот на этом мониторе снимок 2011 года. Ты видишь разницу? Я говорю, да, у меня медицинское образование, я ее вижу. Она говорит, ты понимаешь, я здесь сижу почти 25 лет, у меня к тебе вопрос. Я говорю, какой? Она говорит, как ты это сделал? Я, говорит, никогда такого не видела. Я ей ответил, это не я сделал, это сделал Господь. Человеку это невозможно. То есть мне был отменен приговор. Я оценил это. Я, конечно, потрясена вот этой историей, удивительнейшей просто историей твоей жизни. На самом деле здесь можно только сказать славу Богу. Славу Богу. Да, и слава Богу и за его чудесные вмешательства в твою жизнь. И за то, что он дал тебе родных, близких людей, которые тебя поддерживали, в частности, твою маму. Ведь вы вместе с ней молились. Мы когда с мамой... Мы не раз, конечно, обсуждали происходившее, происходящее. Мама у меня самый близкий, дорогой друг. И мама сказала, ты знаешь, сын, не только для тебя был колоссальный опыт, но и в моей жизни был это тоже колоссальный опыт. Так что... Но для любой матери, когда мать видит, что ее ребенок страдает и умирает, и тут вдруг увидит, как он начинает оживать, буквально воскресать. Действительно. Вот это, конечно, удивительный опыт. Причем со мной ведь очень было непросто в момент болезни. Очень непросто. Потому что человек... Ну, а ухаживать, обслуживать. Ухаживать, да. И к тому же человек молодой, внезапно заболевший, у него не самая стабильная эмоциональная сфера. Со мной не было просто. Я это понимаю прекрасно. Максим, примерно сколько лет прошло от твоей болезни до твоего полного выздоровления, вот когда ты уже смог нормально ходить и себя полностью обслуживать, и никаких следов болезни не осталось? Полностью? Приблизительно, да. 7-8 лет. 7-8 лет. То есть два из них ты лежал. Да. Полностью. И затем это процесс реабилитации. И потом постепенно, постепенно. До полного исчезновения, когда не возникало уже никаких вопросов, я думаю, что лет 7 или 8. Потому что те вот люди, которые на меня сейчас смотрят, никто не может предположить, что когда-то я был в положении лежащим. Я ведь и говорить не мог толком. И не мог себя обслуживать. Равно как и люди, которые видели меня лежащим тогда, никто не верил, что когда-то я буду здоров и дееспособен. Ну вот как удивительно, все-таки я думаю, Бог исцеляет. Он же не дал мгновенное исцеление. Он исцелял тебя постепенно. Но вот что лучше? Часто люди думают, вот хорошо бы Бог решил мою проблему сразу. Вот одним махом, да, одним движением руки или одним словом. Или исцелил меня от болезни за один день. Здесь мы видим то же исцеление и то же чудо, но постепенно произошедшее. Юль, но ведь главное чудо – это не то, что я получил физическое исцеление. Главное чудо для меня и тех, кто меня знал когда-то до болезни. Главное чудо – это то, что произошло в душе у меня. Перемены. Перемены. Перемены, да, духовные. Ничто не предвещало подобного. Изменился каркас личности, эмоциональный каркас личности изменился. Я не могу сказать, что изменилось само ядро, но каркас изменился личности. Ценности, наверное. Ценности, взгляды на происходящее, система координат в момент оценки происходящего. Совершенно иное все. Максим, но после болезни, я знаю, у тебя тоже были непростые очень ситуации в жизни. Что случилось потом уже, после того, как ты полностью выздоровел? Когда я полностью выздоровел, я познакомился с хорошей девушкой. Мы с ней решили, что у нас большая любовь. Мы с ней поженились, она пришла к Господу, она уверовала. Мы поженились, стали жить с ней, но через полгода после свадьбы мы подали на развод. Инициатива развода была моя, потому что в определенный момент, по большому счету, я понял, что за любовь было выдано то, что любовью не являлось. То есть не было измены ни с ее стороны, ни с моей стороны. Просто без любви жить очень-очень непросто. Прошли какие-то чувства первоначальные. Да. И ты понял, что это не твой человек. Я еще раз говорю, дело в том, что за любовь изначально лично я выдавал то, что любовью, видимо, не являлось. Я много пытался осмыслить это, но это не относится, по большому счету, к сути того, что я хочу рассказать. Произошел развод, я остался один, и я ударился во все тяжкие. В моей жизни появились женщины, и самое ужасное, что в моей жизни появились наркотики. Все начиналось безобидно, но за три года я от безобидных забав дошел до веществ, которые были по силе воздействия на человеческий организм в разы сильнее, чем героин. Я без этих, это синтетика, я без этих веществ не мог ни жить, ни есть, ни спать, ни дышать. Для того, чтобы жить, мне нужно было употреблять. Когда я понял, что то, чем я занимаюсь, это сильнее меня, я стал молиться. Я стал молиться примерно так. Я сказал, Господь, я вляпался в то, что сильнее меня. Я прошу Тебя, спаси. Потому что я знаю, что за всю историю существования человечества не было ни одного такого момента, чтобы человек попросил о помощи, а Господь бы оставил его без помощи. И вот произошло следующее. Я встретился со своим другом, с которым мы занимались этими вещами. Мы съездили, купили то, что нам было нужно. Зашли в старый заброшенный дом, а это был конец января. Холодно очень было. Мы стоим, потому что человек, наркоман, который попадает ему в руки то, что ему нужно, он не может ждать, что ему надо быстрее, быстрее, быстрее. А я ему говорю, Саша, дело в том, что очень холодно. Я говорю, поехали ко мне. Мы посидим у меня и в тепле, по крайней мере, будем. Мы приехали ко мне, сели, разложились. Я в кресло сел, Саша сел на диван. И мы, естественно, употребили то, что хотели. И в этот момент я понял, что это какое-то очень сильное страшное вещество, либо я много просто принял на себя. Я встал с кресла, подошел к дивану, уперся в него ногами, и в этот момент меня со всех сторон охватил яркий белый свет. Я упал лицом на диван, и я страшно зарыдал. Я никогда так не плакал. Никогда. Я валялся по дивану, лицом уткнувшись в этот самый диван, и рыдал страшно. И я услышал голос. Этот голос мне сказал, если ты будешь употреблять это, ты никогда не войдешь в Царствие Небесное. Затем мне был задан вопрос. Ты оставишь это? Я ответил, навсегда, Господи. Потому что я понял, перед чьим лицом я в данный момент нахожусь. Потом был еще ряд мыслей, образов, которые рассказать просто человеческим языком очень сложно. Потом все это прекратилось, я встал с дивана, я был мокрый просто весь. Я снял футболку, бросил ее и пошел в ванную комнату умыться. И вот когда я вышел из нее, я увидел лицо своего друга. Оно было вытянутое, огромные глаза у человека. Я ему говорю, Саш, что ты видел? Он мне говорит, это я тебя хочу спросить, что я видел. Я ему говорю, ну, во-первых, ты видел тот удивительный момент, когда Творец не зашел до общения с падшим. Второе, что ты видел, ты видел рождение человека в Господе нашем Иисусе Христе. И третье, что ты видел, ты смотришь на человека, который никогда больше не будет. А теперь я ему говорю, ты... Не будет употреблять наркотики. Само собой, да. Никогда больше не будет употреблять наркотики, само собой. Я ему говорю, ты мне опиши, как это со стороны выглядело. И вот этот человек с перекошенным лицом говорит, ты встал с кресла, ты подошел к дивану, упал на него и зарыдал. Я, говорит, никогда не слышал, чтобы так можно было рыдать. Ты стал багрового цвета, у тебя вздулись все вены, ты катался по дивану и рыдал. Я говорю, сколько это длилось? Он говорит, ну, несколько минут. Кстати, на него это тоже подействовало очень. Он тоже решил перестать употреблять наркотики? Да, он лечился потом что-то. Я не знаю, как... Мне удивительно все-таки, вы уже употребили наркотики. Это могло быть действием наркотиков? Нет. Что? Ты убежден, что это не действие? Дело в том, что те вещества, которые я употреблял тогда, они не давали такого... Галлюциногенного эффекта не было вообще никогда никакого. Там совершенно иного характера воздействия. И после этого... И потом, какие бы введения наркотические не были, они ко благу никогда не ведут. Потому что наркотики во всех их проявлениях никогда не ведут ко благу. Надо сказать, что при попытках моих остановиться от употребления этих веществ, у меня всегда возникала очень стойкая, очень сильная выраженная наркотическая абстиненция. Что это? Это ломка. А. Угу. И... Но в тот раз этого не было. Когда я ответил, что да, Господи, я перестану употреблять, это все прошло мягко. И вот уже год прошел. И нежелание. То есть после этого, вот ты как решил, как ты услышал голос, да, который к тебе обратился? Божий голос, что... Я на чем должен поставить обязательно акцент? Это очень сложно объяснить, но я все-таки постараюсь. Когда я это слышал, я как-то очень четко понял, что своего предела благодати я достиг. И что вот сейчас, именно сейчас, в этот момент, мне нужно принять, на чьей я стороне. Потому что не бывает, простите меня, немножко беременных. То есть либо ты с Богом, либо ты с его противником. Не бывает середины. И вот в этот момент, когда мне был задан этот вопрос, я выбрал сторону Господа нашего. Поэтому я точно знаю, что к тому, что было, я не вернусь, потому что я этого не хочу просто. И желания этого у тебя не было. Как ты говоришь, не было ломки. Ты как принял решение раз и навсегда, так да. И все, как рукой сняло, как отрезало. Да, да. То есть еще одно чудо в твоей жизни. И что было чудеснее, я не знаю. Потому что ведь нельзя сказать, что лучше, правая рука или левая. Они обе хороши. И первое чудо исцеления от болезни, оно само собой. Это было начало пути. А вот этот момент остановки от того, чем я был так увлечен 3 года. Я 3 года практически не был трезвым. Я употреблял каждый день. Потому что для того, чтобы жить, нужно было. Это удивительно. Слава Господу за все за это. Да. От зависимости люди лечатся долгие годы. Причем лечатся для этого, уезжают в реабилитационные центры. Конечно. То есть полностью оставляют своих родных и близких. Лишь бы самим им из этой ямы выбраться. Они лечат в специальных центрах. Тебе не потребовалось. Не в первом случае, когда ты от болезни исцелялся. Да. В общем-то... Мне не понадобилось. Да, да. Медицинская помощь там была. Я ни один из специалистов какого-то профиля, медицина, там, не знаю, неврология или наркология. В первом случае неврология, во втором случае наркология. Никто из медицинских специалистов мне не помогал. Я говорю, это все полностью заслуга Господа нашего. Что для тебя сегодня, уже здорового, свободного, молодого человека, что для тебя сегодня, значит, вот эти чудеса в твоей жизни? Я ничего не боюсь. Это действительно так. Я ничего не боюсь. Я боюсь только одного. Услышать от Господа своего слова. Отойди от меня, я никогда не знал тебя. Я боюсь только этого. И все, что от меня возможно, все мои усилия будут в моей жизни направлены на то, чтобы этих слов никогда не услышать. Потому что иметь своим лучшим другом Господа нашего Иисуса Христа – это самое великое благо из всех тех, которых я познал. А что значит для тебя вот эта фраза? Бог – это мой друг. Что она для тебя значит? В каком смысле Бог является другом для тебя? Во всех. Это тот, которому я доверяю безгранично. Это тот сильнейший, который ограда для меня от всех напастей в этой жизни. В Библии есть такие слова. Я, как зеленеющие маслины в Доме Божьем, Господь мой вводит меня к злачным пажатям и чистым водам. Вот моя дружба с Господом. Есть еще одно выражение. Блажен, кто верует. Тепло ему на свете. Мне тепло. Мне тепло. От того, что ему в моей жизни есть Господь, и я могу назвать его своим другом, мне от этого тепло и хорошо. И веселится моя душа в Господе, и другой радости я не хочу. Все, что в мире, я знаю, что это ведет к погибели. Ибо я в этом мире познал практически все. Максим, говорят, что когда человек приходит к Богу, его жизнь становится проще. Так произошло в твоем случае? Ну, казалось бы, что да, потому что Бог тебя исцелил от болезни. Бог тебя избавил от наркотиков. Твоя жизнь стала проще? Ну, Юль, понимаешь, по большому счету можно сказать, что жизнь человека, который связывает свою жизнь с Господом, она становится не проще, она становится правильней. В моей жизни после отказа от наркотиков появилось то, чего я никак не мог ожидать. В моей жизни появилась пустыня. Я на год, почти на целый год я остался один, потому что круг знакомств полностью исчез из моей жизни, потому что изменились мои интересы полностью. Я остался один, то есть моим самым близким членом семьи стала моя рыжая собака. Ну, само собой, я общаюсь с мамой, да. О чем я хочу сказать? Пустыня, с одной стороны, как бы не очень хорошо, но с другой стороны, в этой самой своей пустыне я научился полагаться на Господа и искать Его. Эта пустыня формировала мой характер. Примерно месяца три назад я написал стихотворение об этой самой пустыне. Оно звучит так. «Она покорна и скупа, Она безмолвна и слепа, Мне служит предана она, И ныне она раскаянием полна, Она приходит не одна, С ней рядом дышит тишина, Она моя пустыня, Пустыня дней, Пустыня слов, Пустыня холода постели, И ночь огней, И нежность снов Сулят ей быть моею». И надо сказать, что она меня абсолютно не тяготит, потому что именно в этой пустыне я научился очень четко ощущать, что рядом со мной мой Господь. Я ощущаю его присутствие. В этой пустыне Господь для меня Обрел форму личности. То есть я знаю его лично. Дистанция сократилась между мной и моим Господом. Он действительно стал моим очень близким, лучшим другом. Ты размышляешь в этой пустыне о Боге? О каких-то его действиях в твоей жизни? Вспоминаешь свое прошлое, в котором Бог тебя вел и поддерживал? Безусловно. Это и глубокий анализ, и размышления. Но самое главное, что появляется в этой пустыне, это поиск. Ты невольно начинаешь искать его, поскольку, когда ты остаешься один, человек сразу вспоминает, но ведь есть же Бог. Ведь Он же любит меня. И Господь говорит, да, я люблю тебя. Открой мне дверь, и я буду вечерять с тобой. Да, как написано в Новом Завете. Да, как написано в Новом Завете. Что для тебя значит поиск Бога? Не всем людям понятна эта фраза. Что значит искать Бога? Особенно, когда речь идет о таких ситуациях, когда человек, казалось бы, вот уже нашел Бога, когда он уже, ну, Бог участвовал в жизни человека, Бог помог человеку. И вот ты говоришь, что продолжаются поиски Бога. И как бы мы, верующие люди, обычно говорим, что человек ищет Бога всю жизнь. Как это понять? Несколько лет назад я разговаривал со своим другом. Мы разговаривали на тему Господа. Он мне говорит, Макс, знаешь, Бога нет. Я говорю, почему, Сережа? Он говорит, а все очень просто. Когда я был маленький, я просил у Боженьки велосипед, а он мне его не дал. Значит, Бога нет. Дело в том, что очень часто люди воспринимают Господа как средство к достижению своих меркантильных материальных желаний. Именно в той пустыне, в которой я оказался, я понял, что Господь, Он не может быть средством. И делать своего Бога средством – это неправильно и нехорошо. Бог – это цель, это не средство. И я думаю, что если бы не было моей пустыни, то я бы, не знаю, понял ли я это или нет. И я благодарю Господа не только за исцеление и за все эти изменения в моей жизни, которые я познал, но и за искушение, и за пустыню я Его благодарю. И когда я молюсь перед сном, я говорю следующее, Господь, правь и плавь меня, ибо Ты великий плавильщик. Не жалей меня, если буду роптать, а если буду роптать, еще больше меня правь. Потому что я хочу, чтобы из моей грязной руды Господь выплавил то золото афирское, которое Он видит и на которое Он хочет из меня выплавить. – Это не самобичевание? – Это не самобичевание, это желание быть. Вот когда в детстве мама ребенку говорит, не делай этого, у ребенка бывают два мотива. Не делай этого, потому что накажут, и не делай этого, потому что не хочешь расстраивать маму. Вот я хочу стать лучше, чтобы не расстраивать Бога своим поведением, потому что я его люблю, потому что он мой близкий друг, и я не хочу расстраивать того, кого я люблю. Поэтому я хочу стать лучше. – Получается, что если ты или я, ну, любой человек делает что-то не так, да, Бог расстраивается? Или Он оскорбляется какими-то нашими действиями неверными? – Я где-то прочитал, на Бога обижаться можно, Он поймет. – Да, да. – Я не знаю, как Господь реагирует, но своим человеческим разумением, вот насколько я это все понимаю, я просто не хочу совершать то, что могло бы его расстроить, по моему мнению. Как Он реагирует на это, это только Всевышний знает, и это не моего ума возможности понимать, как Он реагирует на мои поступки. Но то, насколько я это понимаю, я не хочу его расстраивать. – Ну, в общем, да, Бог – существо великое и непостижимое. Мы можем только вот как-то едва-едва прикоснуться к этой тайне божества, да? Мы не можем разложить по полочкам все его реакции, все его планы, мысли. Единственное, что мы можем, конечно, стремиться к более близкому общению с Богом, что ты и делаешь. – Что я и делаю. – Что ты и стараешься делать в своей жизни. Максим, наверняка нас смотрят люди, которые являются твоими сверстниками. Мы надеемся, что нас смотрят молодые люди, которые находятся так же, как и ты когда-то находился, да и сейчас продолжаешь находиться, как, собственно, и каждый из нас, в поисках Бога, в духовных поисках, в сомнениях, в каких-то, возможно, зависимостях. Что ты можешь пожелать этим людям? Я могу пожелать всем тем, кто ищет Бога. А вы Ему доверяйте. Господь сделал со своей стороны на Голгофском кресте все то, что было нужно для того, чтобы вы могли получить спасение. Господь говорит о себе, что я есть путь, истина и жизнь. Помните, никогда за всю историю существования человечества не было такого момента, чтобы человек попросил о помощи Бога, а Господь бы Ему не ответил. А все остальное, все остальное – это суета, суета, томление Духа. Бог – это цель. И никогда не делайте Его средством. Максим, благодарю тебя за участие в нашей программе, за твою открытость и искренность. Желаю тебе дальнейших успехов в этом твоем духовном пути. Желаю осуществления твоих мечтаний, планов и духовного возрастания и вообще личного роста в твоей жизни. Благодарю еще раз. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовал наш сегодняшний герой Максим, если вас заинтересовала данная программа, вы можете оставлять отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Спасибо за то, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова